Диспансеризация из-за пандемии была приостановлена, но сейчас все возвращается на круги своя. В Раменской ЦРБ свое здоровье может бесплатно проверить любой желающий. Особое внимание прохождению диспансеризации стоит уделить молодому поколению. Как раз в этом возрасте выявление факторов риска или ранней диагностики заболеваний позволяет предотвратить какие-то более серьезные последствия болезни, инфаркты, инсульты. Сахарный диабет на уже поздних стадиях, когда приходит уже с осложнениями поздними, которые уже необратимы эти осложнениями, мы уже не можем ничего с этим поделать. Приходите к нам пораньше, уже для своего здоровья можно раз в год один-два дня выделить, чтобы сохранить этот капитал, который дается с рождения, и отсрочить, наверное, свои какие-то другие хронические заболевания, их развитие. Так с чего же и самое главное как? Стоит начинать диспансеризацию. Ольга Валерьевна, вот я решил пройти диспансеризацию. Первым делом, что нужно сделать, как поступить, какой план действия будет мой. Вы сначала обращаетесь к участковому врачу-терапевту или к врачу общей практики, или в отделении медицинской профилактики. Так как мы сейчас находимся в отделении, я вам расскажу, что у нас здесь есть, чтобы уже можно было не заблудиться и спокойно все пройти. Вот наш третий этаж. Синенькие ленточки, чтобы было наглядно. Вы начинаете свой осмотр с 311 кабинета. Там сидят медицинские сестры, несколько, две или три сестры. Они вам расскажут, что такое диспансеризация. Заведут касту диспансеризации, запишут на какие обследования необходимы. Это флюорография, маммография, гинекологу, нацитологию. Выпишут направление на анализы, которые по приказу проходят. Найдут анкету для заполнения, для выявления факторов риска. Здесь же у нас можно сделать ЭКГ, который потом доктор-терапевт расшифрует. И пациент получает такой маршрутный лист или бегунок, где кабинеты и время приема расписаны. И дальше он уже идет все обходить с этой маленькой карточкой диспансеризации. Важной особенностью диспансеризации является не только ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, но и своевременная их коррекция. Сейчас не нужно думать, какую мне диспансеризацию проходить, подходит ли мой год рождения, не подходит. Нужно просто прийти к своему участковому терапевту, к врачу общей практики или в кабинет медицинской профилактики. И там уже вам все распишут. Можно приходить каждый год. Начиная с 40 лет это будет диспансеризация, а с 18 до 40 раз в 3 года диспансеризация, а все остальные года профилактический медицинский осмотр. Во время прохождения диспансеризации не стоит забывать про соблюдение санитарных норм. Несмотря на то, что мы уже открылись и принимаем пациентов, к нам приходят здоровые на диспансеризацию, на профилактические медицинские осмотры. Масочный режим, перчатки на первом этаже померяют температуру, вопрызгают руки антисептиком. Мы тоже здесь все работаем в масках. Никто масочный режим пока у нас не отменял, и мы стараемся все максимально безопасить. У нас здесь есть разметка, чтобы соблюдали дистанцию наши пациенты. Все по приказу Роспотребнадзора. Мы находимся во взрослой поликлинике на улице Махова на третьем этаже. У нас 311 кабинет, оттуда все начинается. Есть контактный телефон 1-01-48. Можете позвонить, узнать, какие обследования вам подходят, как можно прийти. У нас можно прийти и по записи. Мы записываем через наш кол-центр Раменский. Можно прийти без записи, тоже не откажут, примут, назначат обследование. Дальше вы уже пойдете наздавать анализы, проходить обследование, консультацию в конце врача-терапевта. Егор Кабанов, Дмитрий Крунов, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести».